Продолжение следует... В душах людей в любое время живет что-то доброе, как и что-то дурное, безусловно. И вот когда в обществе, которое, по крайней мере, меня окружало, когда я был ребенком, когда доброе превалирует, когда доброго больше, когда есть ответственность, когда есть любовь, наверное, вот как-то для ребенка это обстоятельство очень счастливее. И вспоминая детство, каждый из нас, конечно, его идеализирует, но у кого детство было хоть насколько-то хорошим, у меня было хорошим. Самый конец советской эпохи, когда, в принципе, ну, тем более в городе, в Ленинграде, в большом городе, в культурном центре громадном. Вот это время, вот самый конец 70-х, начало 80-х годов, когда, в общем-то, по большому счету о детях заботились. Родители мои инженеры, это совершенно, знаете, вот такой класс, слой населения, характерный для того периода, добрых людей, у которых простая и в то же время, ну, какая-то наполненная жизнь. Люди, для которых слово, или даже понятие, интеллигентность не были пустым звуком и не были в то же время какой-то легендой и чем-то чересчур возвышенным. Это было понятие обиходное, даже обыденное. Соответственно, манера общаться, манера проводить время, встречаться с друзьями, там, ходить в гости, общаться с детьми. Это было, как вам сказать, вернее, это было поведение добрых людей. Да, мой профессиональный период, уже, ну, если хотите, отчасти это можно назвать и карьерой, начался еще в 1978 году. И, соответственно, можете сами посчитать, за исключением двух всего лет последних классов средней школы, я фактически все время был на сцене и в достаточно больших и серьезных и престижных, в том числе, залах. И даже свой первый гонорар за пение я получил, будучи десятилетним ребенком. То есть, в принципе, я могу сказать, что я всю жизнь пою и всю жизнь пою на сцене. И всю жизнь это для меня профессия и моя, как бы, не только профессия, но и моя судьба. Вот. Я закончил Ленинградский государственный институт театра музыки и кинематографии, потом менял несколько раз свои названия. Преподавали там фантастические, на самом деле, педагоги и нынешние артисты из самых известных. Я больше говорю о драматическом театре, потому что я закончил, собственно говоря, драматический факультет, как актер музыкального театра и кино. Множество из нынче знаменитых артистов, которые просто совершают и творят нынешнее театральное искусство, они выпускники моей альма-матеры. И, кстати, многие из них примерно того же периода, когда я закончил институт. Вы знаете, наша встреча с Богом, скорее всего, все-таки произойдет, когда мы уйдем из этой временной земной жизни. И дай Бог всем нам, чтобы эта встреча была доброй и радостной, и любовной. То, чего хочется пожелать каждому человеку, в первую очередь христианину, потому что нам даже известно, как это должно произойти, если мы будем достойны божественной любви, которая к нам на самом деле обращена и изливается на нас непрерывно и бесконечно щедро. Знаете, вот я вернусь, по-моему, это все-таки у пророка Ильи. Я не очень могу точно цитировать, и поэтому заранее прошу прощения. Но надеюсь, что никакой неточности особенно я не скажу. А всякий, кто захочет, может заглянуть в Священное Писание. Кажется, это у пророка Ильи. Вот, когда пророка ожидал встречи с Богом, и если вы помните, вот, перечисление всяких событий, и буря, и землетрясение, и град, и вихри, и там не было Бога. Не там, не там, не там. И по всем глаз хлада тонко, и там бе Господь. Вот счастье, когда ты слышишь голос Божий в дуновении легкого ветра. Это, может, не очень точный перевод, но примерно вот такой. Когда вот этот утешительный дух тебя касается. Иногда он касается нас в драматических обстоятельствах нашей жизни. Иногда, как случилось со мной, это все-таки, как-то, знаете, чувство было сродни вдохновению. Я крестился, будучи двадцатилетним человеком. Это был 1988 год. Но не на волне тогда вот действительно счастливой, когда впервые за всю историю к тысячелетию крещения Руси прекратились открытые гонения на церковь. И можно было исповедать на себя христианином, не попадая тут же в какие-то серьезные, ну, более-менее серьезные проблемы. Прямо крещения до первой исповеди сознательные причастия у меня прошло примерно шесть лет. И это был уже путь свой. Он был, может быть, не очень осознанный по первым шагам, но довольно такой, знаете, нарочитый, настойчивый. И в моем случае, как и у многих моих ровесников, желание церковной жизни, оно пришло через книги. Причем книги достаточно разные. Это была литература, которую не буду упоминать, даже не посоветую сейчас никому, естественно, читать, потому что это опасно для души. Это были совершенно чудесные книги художественного плана, как, допустим, вся трилогия Толкина «Властелин колец». Кто бы что мне потом не говорил о сомнительном содержании этой книги, я абсолютно убежден, что эта книга абсолютно христианская, написанная верующим христианином и полезная, на самом деле, для чтения, особенно в юношеском или детском возрасте. И, наконец, всерьез и довольно долго Святой Евангелие, вот к какой-то момент стало необходимо прийти. Должен сказать, что мне действительно повезло в смысле встречи с этим чувством, с таким именно общением и братской любви на протяжении, наверное, всех 90-х годов. Это было и когда я останавливался в монастыре, пел на Клиросе там. Это было и когда я ездил в первые паломнические поездки, еще совсем, знаете, такие паломнические, потому что не были организованы еще службы, такие, как сейчас, когда... И слава богу, кстати, что они сейчас организованы, потому что мы избавлены от многих ошибок, от каких-то ненужных потрясений в нынешних паломнических поездках. Но что-то, знаете, бесценное, когда было ощущение еще какой-то неуверенности в том, как сложится путешествие. Были какие-то не очень серьезные, но все-таки даже опасности в этих путешествиях. Был момент постижения, открытия святых мест, которые сейчас отремонтированы, и слава богу, что так, отреставрированы. Например, мои первые поездки и в Святую Землю, и на Святую Гору, это еще встреча с тем же самым, допустим, Афоном до реставрации. Когда еще по Святой Горе исключительно ходили, когда еще не было замощенных дорог, не знаю, если асфальтированной, может быть, даже и так. Когда, опять-таки, этот вопрос может быть очень важный и, скорее, очень важный для художественного дела, не я и человека художественного дела, не я. Но для меня это было действительно очень важно. Я соприкоснулся с вот этими паломническими местами в том виде, в котором они были до прихода современных технологий. Конечно, мы можем получить с избытком и ту благодать, и ту уверенность дома, здесь, в наших храмах, когда мы искренне по-настоящему молимся, когда мы принимаем участие в таинствах церковных, когда мы каемся по-настоящему, когда мы подходим ко Святому Причащению с благоговением. Сейчас ситуация совсем иная, чем она была в 90-е годы. Сейчас мы в полной мере обладаем свободным доступом ко всему богатству православной традиции, православной культуре. Мы можем прочесть любые книги, мы можем свободно посещать храмы и участвовать в богослужении. Кстати, вот та, в общем-то, в каком-то смысле катастрофа прошлого года, когда храмы были закрыты на Пасху, очень многое в этом смысле прояснило. Для тех, кто не знаком с периодом советских гонений на церковь, вот, можно некоторое подобие увидеть. Мы можем испытать счастье встречи с Богом фактически на каждой службе. И богатство это совершенно невероятное. И дай Бог, чтобы мы не переставали его ценить. Потому что если мы перестаем это ценить, если она становится это обыденностью, если мы переводим нашу веру просто в разряд традиционных ценностей, если мы просто переводим ее в разряд бытовых ценностей, то мы можем лишиться этой радости. Такое бывало в истории многократно. За что мы должны быть благодарны Богу за наше спасение? За то, что Он воплотился, за то, что Он жил и учил во время своей земной жизни и научил нас тому, что важно и тому, как нужно проходить свой жизненный путь. Но главное, за то, что Он страдал, умер и воскрес за нас. За то, что Он нас спас. Вот за это мы Богу должны быть благодарны бесконечно и всегда. Религия – вещь ведь очень серьезная. Я очень не хочу, очень боюсь, чтобы мы, не дай Бог, не свели это все к традициям, причем бытовым. Это все надбытовое. Мы можем потерять что угодно в нашем быту, но мы не можем потерять Христа Спасителя. Нельзя, чтобы разрушались храмы. Мы проходили это на нашей истории. Я помню это лично в своей жизни, как это происходило. Это страшно. Но все же мы должны сохранить прежде всего Христа в своем сердце и должны сами к Нему обращаться. Вот. Тогда наша жизнь будет не напрасной. Тогда в какой-то момент мы поблагодарим Бога за что-то, что в ней было, а, скорее всего, и за всю нашу жизнь. Вот. Я всем бы этого пожелал на самом деле. Себе, естественно, может быть, даже в первую очередь. Но я всем бы пожелал спасения, жизни вечной и непрекращающейся пасхальной радости Христос в Воскресе.